Я буду начинать и тема моего доклада, там смотрит несколько техник, в основном я буду рассматривать их на основании своего негативного опыта. Пойти я 5 лет и стартнула я сразу как бизнес-аналитик. По рекомендациям, по результатам одной научной работы, меня взяли бизнес-аналитиком с нуля в компанию, бизнес-аналитики, которые мне ментори, работали по 20-25 лет бизнес-аналитиками. Меня учили классическому скраму, все было очевидно, maturity level 5 и 3 года я провела в этой компании. Тренеры у меня очень быстрые для того, чтобы через год забилить меня в катарских национальных банках как топ-аналитика. Поэтому это был очень жестокий тренинг. Через 3 года я решила уйти в свободное плавание и попала в аксорс-компанию. И переход с maturity level 5 на maturity level 1 дался мне очень тяжело. То есть, когда я зашла в компанию и очевидные для меня вещи по организации проектов были просто проигнорированы, я испытала некий ужас и начала все менять. В результате мне дали свой проект, который я веду по сей день, и в нем я могла делать все, как я хочу, абсолютно, никакого менторинга. И сегодня я расскажу вам, какие ошибки я совершила, как я могла их избежать, и методы, которые сейчас изменяют, именно те методы, которые, если бы я тогда их применила, то, наверное, защитение легче было бы работать. Итак, я рассказала вам первый слайд, это о себе. Второй слайд, это первая встреча с заказчиком. Когда я пришла на первую встречу с заказчиком, я знала о проекте только то, что он о виртуализации. Я думаю, что мало кто здесь присутствующих знает, что это значит. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое виртуализация. Прекрасно. Значит, не так уж мало. В таком случае расскажу немножко больше. Я знала тогда, что это виртуализация, и все, никакой больше информации. Я пришла на первую встречу, не зная ничего о виртуализации совсем, то есть ноль. Я даже, как бы, я прочитала в Википедии, что такое виртуализация. И здесь выяснилось, что если вы идете, когда я шла на первую встречу, зная, о чем проект, и интуитивно понимая его скул, интуитивно понимая его функционал, я всегда знала, что спросить на первой встрече. Но когда я пришла и не знала ничего, выяснилось, что задача формулирования вижена оказалась непассивной. Поднимите, пожалуйста, руку, кто писал вижен. Прекрасно. И теперь, в таком случае, я немножко меньше остановлюсь на этом. Ой, очень чувствительная кнопка, извините. Это не было запланировано. Я думаю, ни для кого не секрет, что первая встреча, мы узнаем бизнес-нис, goals и вижен. Опыт этого проекта был в том, что заказчик абсолютно отказался формулировать вижен. И более того, он отказался формулировать скул. По причине того, что проект уникален и его функционал, он это стартап-проект, его функционал, он абсолютно не хочет, чтобы мы знали. В течение полугода мы получали требования на месяц вперед. Что произошло с архитектурой в этом проекте через полгода, вы можете себе представить. Что произошло с требованиями тоже. Все было, знаете, как избушка на курьих ножках, только на курьей ножке стояло несколько небоскребов. И первая проблема, которой я столкнулась, получилась та, что заказчики неохотно формулируют вижен, неохотно говорят скул. Решилась она просто. Когда через год проекта наши программисты начали смотреть вакансии, потому что не знали, как долго продлиться проект, мы поговорили с заказчиком, я ему сказала, если ты сегодня нам не сформулируешь вижен и скул, то у нас и так девелоперы, по сути, над LinkedIn, что через месяц их, вполне возможно, уже не будет. Это стало поворотным решением, и он приехал и рассказал нам свой вижен. Так как вы знаете, что такое вижен, я вам расскажу только, какие вопросы задала я, и не буду им продаваться вообще. Я спрашивала, для кого мы пишем проект, в чем назначение, есть ли аналоги, в чем мы уникальны, что за бизнес-идея стоит behind, чем он продает его своим кастомерам и что самое интересное. И тут я спокоюсь с другой проблемой. Я-то поняла, но так как наши программисты, которые знали виртуализацию столько же, сколько я, они не знали вообще ничего, они не могли понять эту идею, и каждый раз, я по 10 раз вновь объясняла, в чем идея проекта, зачем нам этот проект, чем проект отличается от висферы, висфер это система для виртуализации, чем проект отличается от ситиксов. То есть каждый раз одни и те же вопросы, никому не было понятно. Каждый новый человек, несмотря на то, что Vision был сформулирован вот в такой вот plain text, каждый новый человек задавал одни и те же вопросы. Вероятнее всего ошибка была у меня. И та же ошибка у меня возникла, когда я формулировала очень сложные use case. Обычная схема use case, 3 года я работала в группе, выяснял use case, в группе для банков. Это была накатанная схема, какова цель процесса, опишите, как вы работаете сейчас, где у вас проблемы, как мы можем изменить, как вы хотите улучшить, какие отчеты, какие инпуты, входы. И опять-таки, здесь я столкнусь с той же проблемой, что в сложном проекте с непонятной предметной областью никто не будет читать большой документ, и люди работают, не понимая системы. И любая свобода, девелоперская, которая возможна, она оборачивается дефектом. Или какой-то ненужной фичей, потому что они работают исходя из того, что они понимают. Заставить людей читать длинные документы по 50 листов, это непосильная задача. И я начала искать методы формулирования вижена, которые уже используются, методы, которые задокументированы, методы, которые best practices of the world. И нашла одну из таких, она называется CatWall. Она пришла из Soft System Methodology, если вы знаете, что это. Это анализ систем, которые, изначально, это анализ систем социальных, которые очень велико влияние human factor, человеческого фактора. Вот если сейчас вы были на параллельной сессии у наших товарищей из, не знаю, откуда вы извините, Пола и Адриана, из Великобритании, они рассказывали про PEST и PEST-ли системы. Они тоже пошли с Soft Systems. То есть изначально они не предназначены для IT. Это системы, предназначенные для любого анализа социальных систем, каких-то социальных процессов. Где я применила эту технику? Ну, во-первых, я ее применила для описания вижена. Во-вторых, для high-level описания бизнес-процессов. Есть еще один способ, где его можно применить, но я этого не делала. Просто я вам скажу, что он есть, раз уже я говорю об этом. Это согласование high-level требований ключевых стейкхолдеров, если у вас их несколько. Теперь немножечко в деталях, что же это вообще. Как вы догадались, catwall – это аббревиатура. C соответствует клиентам, конечным пользователям системы. Когда вы формулируете C, вы отвечаете на вопрос, кто конечный пользователь. Actors – это разработчики системы или прочие вовлеченные лица в разработку. Кем это могут быть? Я вам покажу пример catwall с моего проекта. Transformation – это тип преобразования в систему. То есть таким образом импуты, входящие в систему или в процесс, преобразуются в аутпуты. Bold view – это аналог к мишенам. Какое социальное влияние, какое влияние на социум и на мир вообще имеет наша система. Мы же делаем что-то хорошее, все наши программы. С какого-то мы должны сделать счастливыми. Вот это bold view описывает, кто станет счастливее. Owner – это лицо, принимающее решение. И environmental constraints – это внешние факторы, те, которые обычно называются бизнес-правилами. У вас будет эта презентация с вопросами, но я думаю, вы все сами придумаете, если что. Все-таки мы бизнес-аналитики. Теперь я вам покажу пример, как я использовала его для формулирования vision в своей системе и узнаю я, как он работает на том, что вы поймете, с чем я работаю. Хорошо? Кините мне кто-нибудь, чтобы я знала, что вы меня слышите. Спасибо. Итак, clients – это системные администраторы. Это означает, что продукт для системных администраторов. Actors – то есть кто еще влечен. Отдел клиентской поддержки, команда разработки. Как это может быть нам полезно? Это уже как бы означает, сколько у нас ролей в системе. Уже мы понимаем, что одних системных администраторов мало. Transformation – анализ данных VMware vSphere. Те, кто будет впереди, могут почитать детали. Те, кто сзади, я не буду грузить. Или все-таки нет, загружаю. Файлы конфигурации vSphere подаются на вход в систему. Она ищет ошибки конфигурации и выдает список рекомендаций. Wallview – это предотвращение ошибок. Большая часть наших клиентов имеют такую проблему, что у них падают серверы, у них отказывают крупные системы, в том числе и банковские, именно из-за того, что они допускают эти собственные ошибки. Owner – у нас их много. Это список инвесторов и наш product owner. И environmental constraints – это политики безопасности. У всех наших клиентов абсолютно сумасшедшие политики безопасности. Об этом я сегодня еще расскажу, как мы с этим боремся. Вот в таком виде я начала формулировать high-level описания вижена и use cases сложных. В принципе, два лепера вполне достаточно их, чтобы почитать и знать, как бы, то есть вопросы, о чем система, они отпали. И каждый бизнес-процесс, можно не читать всю спецификацию, но прочитать всего лишь кратенько в начале вот этого вот к этому. Я думаю, в принципе, к этому можно было прийти самостоятельно. Но есть такая техника, и хорошо, что она есть, и ее можно использовать. Зачем она используется изначально? Она используется для формирования корневого определения, good definition, системы или процесса. Soft system analysis используется для того, чтобы согласовать мнение множества стекхолдеров об одном процессе. Я думаю, большая часть из вас сталкивались с проблемой, когда у вас два или больше представителя команды с той стороны, особенно в банковских проектах. Они говорят одну и ту же мысль, все соглашаются, потом расходятся по разным комнатам и пишут абсолютно разные вещи, потому что все вместе сформулировали и записали. С этой проблемой сталкивались все, и именно для ее решения возникло такое определение, как корневое определение, root definition. Теоретически все ваши стекхолдеры должны по одному процессу сойтись на этом определении. Они должны сформулировать одинаково. В принципе, я думаю, что вы можете дальше посмотреть, как это используется в soft system и использовать для согласования требований стекхолдеров. Я прочитаю формат на русском. Система, которой владеет owner для осуществления чего-то worldview, для кастомера, для кого, средствами акторов, посредством transformation, ограниченное е. Ну, это мой перевод авторский, извините. То есть на английском она звучит лучше. И я вам сейчас прочитаю, как это звучит для моего проекта, а вы скажете, что вам больше понравилось. Как вам понятнее в таблице или в корневом определении. Система, которой владеют product owner и инвесторы, предназначена системным администратором для предотвращения ошибок конфигурации посредством анализа данных VMware Resphere, еще чуть-чуть, ограниченная политиками безопасности клиентов. Ну, кто в здравом уме будет формулировать такое на русском? То есть я думаю, что корневое определение, я хорошо знаю, для чего оно было использовано, но я не вижу применения этому IT. Вторая техника, которая помогла мне структурировать интервью. Я попрошу вас сейчас вспомнить ваши самые безумные заметки, самого интенсивного интервью с заказчиками. И как вы возвращаетесь домой, открываете эти заметки и начинаете строить первую диаграмму. Я думаю, многие начинают строить какую-нибудь activity-диаграмму или BPM, диаграмму процесса. И где-то на середине диаграммы вы понимаете, что что-то вы забыли спросить. И вот это, возможно, будет повторяться несколько раз в течение того, как вы будете работать с этим юскейсом. Ну, в общем, вы не одни. Все так работают. И умные люди придумали метод, который они назвали H-метод. H-метод, он не потому, что он какой-то, что-то начинается на H, а потому, что он похож на буковку H или буковку N на русском. N-метод. Если вы берете сейчас, мысли, берете границы таблицы, то вы уберете буковку N. Предлагается, когда вы идете на интервью с заказчиком, если у вас уже есть юскейс-модель, а очень часто вы уже формируете какой-то список процессов, вы хотя бы приблизительно знаете, готовить темплейт, в котором выставляете вот такие вот буковки H, пустые, и потом просто формулировать, просто вписывать ответы. Плюс в том, что у вас всегда структурированы notes. Лично я сейчас веду notes в одноименной программе Microsoft Notes, если вы ее знаете. Кто использует notes? Все остальные посмотрите на нее, потому что она позволяет вставить вам любой контент. Ее нельзя использовать для того, чтобы писать требования, но чтобы быстро записывать, вставить таблицу, картинку, написать стрелочку, ее отлично можно использовать. Так вот, как работает тач-метод? С левой стороны вы вписываете входные параметры, с правой, соответственно, выходные. В верхней части средина функциональность, то есть тип преобразования, то же самое, что в capital transformation. Потом вы пишете бизнес-правила и данные. Я приведу пример тоже из одного из моих проектов, постскрипт он называется, я его уже не люблю. Банковская система, прием коммунальных платежей. На вход входят квитанции на оплату коммунальных платежей, некая денежная сумма. На выходе квитанция об оплате. Transformation. Денежная сумма зачисляется на кассовый счет, с которого она переводится на счет коммунального предприятия. Business rules. Это комиссия, оплата осуществляется на национальной валюте. Очень многие банки имеют такое ограничение. Вот здесь, зачем я это привожу, чтобы показать, что такое data, на самом деле, который здесь внизу. Извините, очень чувствительные кнопки. Данные. То, что внизу написано данные. Извините. Данные. Данные, которые не зашли в input, не вышли в output, но были использованы в системе. Я не знаю, возможно, у вас не было такой проблемы, но для меня вот эта часть была самой в ВИК. То есть я ее очень часто бывала спрашивать на самом первом интервью. То есть что-то, что не было в input, не было в output, но как-то оно попало. Это номера счетов кассы предприятия, например. Номера транзакции, адрес плательщика. Какая-то информация, которая извлекается и используется в процессе трансформации. Ну, в общем, великая магия H-метода на этом заканчивается. Если вы хотите использовать ее для документирования, то вы расскажете на следующей конференции, как пошло. Я ее использую для непосредственно структурирования интервью. И теперь я знаю, что по версии IBA значит структурированное интервью. Потому что раньше я знала только не структурированное. Вот я получила множество требований. И здесь я расскажу вам тоже пару примеров, как пошло не так. Я попросила, первый раз опрометчиво попросила заказчика их приоритизировать. Через время я посмотрела на его приоритизацию и подумала, что он, наверное, был не в себе, когда я ее ставил. И я пришла к нему опять с другой системой, где не было приоритизации, а просто Excel-документ. Я попросила выбрать critical, low или normal. В результате 85% системы было critical. И это было все абсолютно критично. Потом мы с нас сели вдвоем и начали попально сравнивать, что важнее. И когда мы в конце переходили к результату, все равно указывалось, что релиз невозможен, пока все не будет сделано. А мы, кстати, комбану. Мы не можем ждать так долго, когда у нас какие-то релизы, мы их ожидаем, ожидания у заказчика где-то раз в месяц, раз в полтора. То есть он не будет ждать несколько лет. И я начала использовать метод, который впоследствии я узнала, называется Moscow. Я думаю, что многие сейчас узнают этот метод по себе. Я начала задать вопросы, без чего мы не можем релизить. Это то, что Moscow называется must have. Вот без чего релиз абсолютно невозможен. Что нужно вообще в проекте, но может подождать пару версий? Это should have, if possible. Обычно их чуть меньше. Could have, if possible. Это то, что я бы очень хотел, чтобы мы вставили. Мне это очень нужно, но мы можем скипнуть и в этот, и в следующий релиз. Мой опыт показывает, что они никогда не делаются, хотя классики говорят, что никогда не делаются только те, которые wouldn't have this time, but would like to have in the future. Не будет сегодня, но когда-нибудь. Но знаете, я иногда даже их не вношу в регистр, вот те, которые would have. Они иногда всплывают, иногда нет, но так как у нас agile проект, динамическое изменение, далеко не все требования входят в веклог, и вот то, что would have, они практически никогда там не появляются. И на этом закончилась магия мозга. Но есть еще, еще одна техника. Это будет немножко сложнее и немножко интереснее для меня. Security. Опять-таки буду просить вас поднимать руки тех, кто хотя бы раз сталкивался с проблемами, не учтенных требований к security. где-то в середине, через год релиза. Неужели один человек? Вы имеете в виду не функциональные требования? Что? Вы имеете в виду не функциональные требования? Это хороший вопрос. Но многие считают, что они не функциональные. Посмотрят, для каких систем? Вот Square – это техника Security Quality Requirements Engineering. Это методология, которая позволяет учесть требования security на ранних этапах. Сейчас, ну как бы, основная идея, раз уже вы сказали у них, что treat your security requirements как функциональные. Извините. Относитесь к требованиям security как к функциональным. Не отправляйте их в чек-лист ваших нон-фанкшнлых требований. Используйте к ним другой подход. Я приведу вам несколько примеров. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Компания, где аналитики с 20-летним опытом. Меня ввели в проект после релиза основного, когда на фазу чейндж-реклеста, потому что после года девелопмента версия, которая зарелизировалась, работала, но поставить ее не могли. Со стороны заказчиков было 5 человек в команде. Это были все менеджеры. Некоторые были с очень большим опытом. Но дело все в том, что они забыли, что у них есть security-отдел. И в течение года мы работали с командой, которая рассказывает все требования, кроме тех, что у них есть security. И когда мы воздавили версию, в принципе, с ней можно было работать на тестовом бранче. Но в этот момент повели системные администраторы с количеством, неимоверным количеством полиси, стандартов шифрования, которые, в принципе, не нужны были. То есть в каких-то полиси их внутренних, не их внутренних, полиси к их продуктам, не их продуктам, в общем, скидкой документов, где они сказали, мы все это неучили, мы это не можем использовать. И более того, так как банк арабский, у них было требование по часовой работе. То есть для каждого пользователя было указано, какие часы он может работать. Но дело все в том, что никто в банке об этом не знал, потому что другие часы, они не пытались никогда работать. Мы узнали об этом на этапе, когда пришли эти требования. И так вышло, что уже тогда меня сделали ответственное потребование системных администраторов. Вот это было карм, знаете, определяющее. И по сей день я с ними работаю. У них были требования разные. Есть, например, PCI стандарт, это Payment Card Industry стандарт. Кто работает с банками, его знает. И учесть их вначале, наверное, можно было бы, если бы кто-то вообще об этом подумал. Расскажу вам еще один пример из моего текущего проекта. В проекте несколько независимых модулей. И один из модулей – очень высокие требования к security, потому что мы работаем с IP-адресами, мы работаем с MAC-адресами. То есть информация, которая в хороших руках может привести к хорошим последствиям. Представьте себе, мы получаем модуль, который стоит десктопный и передает данные в веб. И этот модуль должен будет включать в себя анонимизацию. Анонимизация – это замена некоторых значений на другие значения, которые невозможно расшифровать. И за две недели до релиза мы получаем этот модуль от сторонних разработчиков. У них не было аналитика. И меня попросили посмотреть, что там. И я так случайно написала Product Owner. Но там все нормально, только вот эти три цифры не анонимизируются. И релиз был отложен на полгода, несмотря на то, что он был лично уже анонсирован и что его уже дали. Можно ли было этого избежать? Да. Следующий пример, который я приведу, не из моего проекта. Если вы знаете, несколько месяцев назад в Украине завалили сайты президента и нескольких служб. Если бы они применили методологию Square, этого у них никогда не произошло. Это внушает мне надежду, что не только мы втроем, которые подняли руки, имеем проблемы с security. Теперь немножко, о чем вообще метод? Метод состоит из девяти шагов, которые на первый взгляд абсолютно ничем не отличаются от обычных методов, от обычных шагов бизнес-инализа. Как минимум, мне понадобилось долгое время, чтобы понять, в чем разница. Но сразу стоит оговориться, что Square – это не просто методология, это фреймворк. Чем он отличается от методологии? Фреймворк, помимо того, что написывает, как работать, он располагает некими гайдлайнами, темплейтами и тулами. То есть, в принципе, если вы первый раз работаете с проектом, смело берите их тулы, называются A-Square и P-Square, и вы нормально проведете весь процесс до конца. То есть, он не дает вам завершить один процесс, пока вы не начали один процесс, пока не завершен предыдущий. Пройдем через девять шагов. Шаг первый – согласование терминов. То, что обычно называется глоссарий. В чем разница между обычным нашим глоссариями и этим глоссарием? В большинстве случаев разница будет в том, что вы не будете знать этих слов. Это все, что я могу вам сказать. Большая часть аналитиков вот здесь замирает в ужасе, потому что мы начинаем вводить такие слова, как хеширование, маскирование, encryption, decryption. Ну, как бы, честно сказать, я не сразу узнала разницу между этими, что, в чем основная суть. Эти требования должны вам подоставить, предоставить, и вы должны их извлечь. Не подоставить, вы должны получить эти слова из общения именно с техническими специалистами, то есть системными администраторами вашего кастеринга. Из плюсов, до этого вы как минимум поговорите с кастерином, есть ли у него системный администратор, есть ли у них требования. Второй шаг – это определение целей безопасности. Здесь я могу вам немножко дать примеров. Здесь есть несколько критериев, по которым вы можете определить цели. Например, конфиденциальность. Никакая функциональность, никакие IP-адреса, позволяющие уникально идентифицировать объект, не должны попасть в систему. Это цель. Контроль доступа. Определенные группы пользователей имеют доступ к тем или иным системам. Я вижу, что все кивают, значит, я, наверное, могу идти дальше. Скажу только пару примеров еще про доступность данных. Какие-то данные для security, это то, что я говорила, должны быть доступны 24 часа в сутки, а какие-то данные только с 8 до 6. Хранение, очевидно, encryption-decryption. Мониторинг. Большая часть повернутых на security кастеров просят предоставить детальные аудиты всех действий и особенно по тем группам данных, которые они считают рисковыми. И об этом, пожалуй, имеет смысл спросить сразу. Поддержка мишен-критиков сервисов. Это какие сервисы должны всегда работать, чтобы пользователи не могли нанести вам атаку. Здесь, если вы знаете DOS-атаки. Кто знает DOS-атаки? Вот вижу, знали больше. В Nile of Service это то, что произошло с сайтами наших доблестных работников правительства. Это атаки с целью завалить ваш сайт. То есть атаки с целью полностью которые призваны сделать все, чтобы ваш сайт перестал работать или не только сайт, что бы у вас ни было. Чтобы ваша система перестала работать и поддерживать какие-то сервисы. Аварийное восстановление тоже у security к ним отдельные требования. капа не пальцовом и просят сохранить. Создание артефактов. Чем оно отличается от обычных артефактов? Первое, что всем известно сценарий использования. Извините, я тут на конференции узнала, что на русском это варианты использования. Я так перевела use case. авторский перевод. И тут есть сценарий ошибочного использования. Это miss use case сценария. Кто когда-либо их писал? Прекрасно. То есть если сценарий использования это то, что мы ожидаем в системе, что оно будет происходить, то miss use case это то, что в этой системе и не только в системе, вообще в процессе не должно произойти никогда и ни при каких обстоятельствах. На use case диаграмме их можно представить в виде тех же use case только на черном фоне и белой буквы. То есть у вас будет системный администратор, у него несколько use case что он может делать и такие же 4 черненьких что он никогда не может сделать. Например, скопировать что-либо к себе на флешку. Это miss use case. Абсолютно. Деревья атак. Кто когда-либо делал деревья атак? Вы системный администратор? Деревья атак. Что это? А вторыми атаками. Что? Свет, не знаю, как это связано с вектором атаки. Но может мне, наверное, останется время и вы нам расскажете про вектор атаки в моей сфере. Показать. В России, наверное, это называется модель угроз. Модель угроз, да. Атак 3. Модель угроз. Кто знает, что такое модель угроз? Ну, это увеличило нас на двое. Как бы вы это не называли, что это? Как как сформировать дерево атак? Одной цель атаки соответствует одно дерево. Приведу вам пример опять же из моего проекта. Первая цель, о которой мы уже говорили, доз атаки. Вторая цель, которая может возникнуть у атакующего, это получение данных наших пользователей. Как я говорила, IP-адресов. Какая еще может быть цель? Изменение туда. Хорошо. Но это все-таки связано с получением еще какую-нибудь цель, кто не знает? Уничтожение туда. Что? Уничтожение туда. Это тоже связано с доступом. Третья цель, актуальная для моего текущего заказчика, это похищение бизнес, похищение кода. То есть получение нашей интеллектуальной уникальности, из-за которой он не раскрывал на наш вижн. И все три атаки они вполне возможны. Для того, чтобы нарисовать атак твин, вы сначала рисуете сверху верхний ноут, это цель атаки. И потом, как листья, вы рисуете, каким образом это возможно реализовать, каким образом это можно реализовать через вашу систему. Самостоятельно я это написать не могу. Здесь я собираю всю, мы командую с 10 человек, мы садимся в комнате и начинаем писать. Потому что, если честно, я не знаю всего. То есть я знаю от заказчика только цели, а уже девелоперы знают, где в нашей системе те места, через которые возможен доступ к тем или иным данным. Шаблоны. Ничего нового. Все те же шаблоны, спецификации, дизайны. Тоже ничего нового. И я этого не делаю ни в рамках Square, ни в рамках обычного процесса. Потому что дизайн это все-таки прерогатива архитектора. оценка рисков. Четвертый шаг тоже очень похожий на обычный бизнес-процесс. Это оценка рисков, связанных с вашими требованиями. Но в случае Security это было требование с внешними атаками, внутренними каналами информации и ошибками аппаратного обеспечения. Вот эти риски, опять-таки, дерево, кстати, дерево атак, у вас может быть отдельное дерево атаки, связанное с какими-то аппаратными ликами. Кто-то может кабель подключить, не тот. Очень сложно заставить кастомера это делать. Вообще, честно вам скажу, что оценка рисков в принципе для меня очень тяжелый пункт для моих заказчиков. А вот эти оценки мы делаем тихо, чтобы никто не знал и потом используем только внутренние. Но делаем, потому что на самом деле от этого зависит наша приоритет. Ой, ой, так, все. Выбор техники сбора требований. Здесь большое спасибо хочу сказать средствам Square в том, что они рассказали мне о существовании тех требований, которые не описаны ни в Бобоке, ни в Handbook of Analyst, который у меня есть, ни в других средствах, которые я читала. Некоторые я знала, например, неструктурированные и структурированные интервью, пользовательские сценарии, когда-то слышала даже про Structured Analysis and Design техник, которые мы все знаем как IDef, ну, возможно, вы все, извините, я знаю, как IDef, слышала про Quality Function Deployment. Все остальное и однажды вся прочая техника. Знаете, это даже то было, что, я так рекомендую их посмотреть, потому все, что я здесь написала при ближайшем рассмотрении оказались очень полезными техниками, которые можно использовать не только в Security. Вы записали? Конечно. Мой любимый шаг это сбор требований. Здесь классика, кто как это делает. Расскажу, как я это делаю, чтобы немножко добавить вам ощущения, как это работает в моем проекте. Наш заказчик он гений по-своему. И он бывает онлайн всего пару часов в месяц. И эти пару часов в месяц я общаюсь с ним по Skype. Все остальное время, то есть у нас скоро двухлетие проекта, все остальное время, так как я уже практически системный администратор, я пишу требования самостоятельно. И у нас договор, что если его нет и нужно срочно принять решение, я его принимаю. И если он ошибочный, он меня прощает. так работает. И вот Security, например, он не знает о том, что у нас такая работа про Security ведется. Он только сказал сделать еще одно приложение, а то, что здесь у нас кипит, это... Чаще всего сбор требований это для меня творческий процесс, в прямом смысле слова. Я их придумываю. И, кстати, еще к слову, наш заказчик даже не всегда видит наше приложение. Он потом мне пишет от своих друзей, пишет, вот смотри, что они мне прислали. там у вас что-то такое есть. И мы смотрим вместе. Разделение требований по категориям. Очевидно, невероятно ничего нового. Функциональные, нефункциональные, но в этом случае нефункциональные уже не включают в себя требования к Security, потому что вы их покрыли совсем другими спецификациями и дизайном. Они уже у вас не войдут туда. Системные, программные, архитектурные это уже на ваше усмотрение по функциям. Вообще зачем это делать? Кто-нибудь знает зачем разделять по категориям? Вообще я знаю, что вы знаете, но просто чтобы вам не было слушать. Нет идеи? Зачем мы категоризируем требования? по-разному были по-разному строительству. Ну, начнем с того, что их легче менеджить. То есть, если у вас просто бэклог, который никак не категоризирован, или что бы у вас ни было, или юзкейсы, которые никак не категоризированы, это было то, что я долго меняла в проекте хаос. это структуризация. Ну, а на сегодня чего вы структуризируете? Ну, не классификация. Классификация. Ну, хорошо. Тут и есть классификация. То есть, не категоризация. Хорошо, извините. То есть, Russian speaking это всегда сложно. Я с вами соглашусь, но я их использую в основном для того, чтобы первое, что мы делаем, это структура, это управление требованиями, и так как у нас проект очень динамичный, единственный способ трейсить его это трейсить его именно по фитчерской функции. Мы не трейсим ни с чем больше. И это основной функционал. У нас есть таблица всех функций и всех изменений к ним. И так как нет текущих спецификаций, в конце я могу создать на основании этого эклога изменений по любой фитче за пару часов или за день полную спецификацию. Это, во всяком случае, в моем проекте основное предназначение. Шаг восьмой. Приоритизация. Я рассказываю вам про москал, потому что он простой и очевидный. Сквер предлагает множество, множество других техник, хотя он немножко в сквер, немножко смешанной техники непосредственно приоритизации и техники управления проектом. В основе их всех лежит в большинстве случаев всего три основных модели. Первая модель вы их попарно сравниваете и как-то выстраиваете в какой-то организованный список. Вторая модель вы их разбиваете по каким-то группам, например, critical, normal и low. Третья модель вы оцениваете для каждого требования множество весовых коэффициентов и на основании какой-то суммарной оценки вы выводите приорити. Например, вот таким примером является planning game. в принципе какие приблизительно какие могут быть факторы влиять на приорити это рисковость это business value это estimate и что вы еще придумаете. Например, quality если вот QFD брать то насколько счастливее станут наши юзеры от того, что они получат с удачей. Последний этап это проверка и ревью требований. Но будет наверное очевидным сказать, что требования по security должны ревьюить не аналитики. В большинстве случаев имеет смысл их отдать сразу к системным администраторам или к вашим архитекторам. Но знаете, мне очень нравится эта картинка. Это кто не видит картинку здесь нарисован человек, который бежит в начале дороги а по обе стороны стоят тестировщики девелоперы и они стоят сбитыми. Вот так я представляю себе ревью и он есть в принципе в этом и есть свой плюс. ревью для того и есть. А бьют аналитика, да? Аааа, что произошло? Все пропало. Все пропало. Шеф. Ну в общем был последний слайд. Я рассказала вам свой опыт. Я не пыталась донести до вас ничего сверхъестественного и возможно вы можете увидеть, что он как бы где-то может быть ошибочный. Но это опыт, который у меня был и я буду рада, если вы его опровергнете, подтвердите или каким-то образом поделитесь своим опытом. У нас на это еще есть 7 минут. Возможно, вы захотите рассказать нам про вектор атак? после того, как я понял, и про это время на вашем дереве. Окей. Хорошо. То есть вы сейчас выяснили, что вектор атаки это листья на дереве, которое я называла деревом атаки. Ну все, я тогда, если у вас нет, есть, то раздавайте. А вот там про N метод, ну или H метод, да, вот там как-то учитываются сами люди, на которых использует информация или между которыми придается информация? Вообще опыт показано, что вопрос был, как люди, с которыми я, как учитываются люди или как я? Да, да, как учитываются. От кого-то, как информация далеко принимает. Знаете, как бы вы, если это все-таки метод структуризированного и структурирования интервью, он пишется plain text. Если вам удобно писать use case, но в большинстве это случаев вы это делаете уже на основании use case, тогда пишите просто plain text. Как минимум, я пишу plain text. То есть просто в тексте пишу кто-то делает что-то. Ведь сами диаграммы, в которых учитаны роли, я пишу потом на основании вот этих заметок. Это именно нечто, что позволяет не структурировать интервью. А роли входят в этот метод? Нет. В одном из компонентов описываются роли. Да. Где процесс описывается, описано вперед. Я думаю, что по этому вопросу вам нужно было сказать на руб действия, доклад, где хорошо было рассказано про роли. Роли всегда есть, но это уже ваше усмотрение, как и когда вы учитываете. А, вот вы упоминали публицу с требованиями, связи между требованиями, на основании которых вы в этом проекте можете там за пару часов написать описание из них. Это моя гордость. Можете про эту штуку немного рассказать? Хорошо, расскажу. Дайте, это было сделано не сразу. Scrum. Мы начали работать по Scrum, теперь мы перешли на канбану. Scrum проект. Требования пишутся, некоторые пишутся вики и линкуются к Jira Tasks, как вы рассказывали. Некоторые требования за, ну просто потому, что они маленькие, пишутся сразу вики, в Jira, извините. Из-за того, что есть Product Owner, есть Архитектор, есть я, на начале проекта все писали, все все писали в доклад. Через год. А, да, изменение требований, как менять требования? Времени нет. И мы решили не менять, мы просто создавали каждую новую задачу, мы ее создавали, 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 в какой-то момент я получила хороший структурированный список, в котором вообще непонятно, кто с чем связан и, а, когда ко мне пришел новый тестировщик, единственным источником информации для него стали тест-кейсы. Я за это очень люблю процесс тестирования. Больше источника информации не было или ему нужно было как-то хронологически отслеживать все изменения. Времени команды нас из 10 человек я занимаюсь частично анализом, частично координацией процесса. времени на нормальный трейссабилити у меня не было и тогда я посвятила несколько дней своей жизни созданию некого подобия трейссабилити метрикс, в которой я создала таблицу по модулям. То есть, каждый модуль, который есть, например, в моем случае есть модуль LogView, он так называется, и в нем есть множество фич. Фичи — это у меня колонки. Каждая строка — это спринт. С момента перехода на канбан это версия. В конце спринта или в конце версии я ставила линки за имплеметченные задачи по каждой фиче. Стоит добавить, что в процессе проекта мы переходили с version 1 на RedMine, а потом на Jira, и у нас в нескольких веках писались требования, и перенести мы их не перенесли. То есть, полностью распределенные требования везде. Как с этим работать? Вот, есть у меня, например, модуль LogView, в нем есть какой-то функционал Share, в нем есть какой-то функционал Share, это сейчас настоящий пример, и я сажусь, когда нужно сделать требования, вот мы смотрим, ничего не работает. Я спрашиваю, что как оно вообще должно работать? Сейчас, завтра вам скажу. И я сажусь, достаю первую версию спецификации. Первая версия, она такая же, как и у всех. Там написан layout, там написаны кнопочки, там какая-то диаграммка. Я достаю эту спецификацию, копирую ее в документ, и потом поочуводно открываю из моей таблицы все изменения, и смотрю, что менялось. Из плюсов, это мне понадобилось сделать два раза за год, потому что изначально требования у нас трещатся, как было заявлено, у нас up-to-date всегда только тест-кейсы. Тоже, чем как бы сами требования, к ним нет требования к документации, и учитывая динамику проекта, с этим сложно. Еще из плюсов, когда я пишу изменения к требованиям, я всегда копирую из документа первую фразу, и в первую вставляю новую, поэтому в принципе процесс не занимает много времени. еще из плюсов, так как у нас стартап-проект, мы пробуем, не подходит, fail fast, отказываемся от идеи, очень многие требования уже умерли, поэтому поддерживать их уже не нужно. Ну, конечно, я понимаю, что... А как вы проводите анализ влияния изменений? Это хорошая информация. Мне интересно, вот приходит какое-то изменение, и вам нужно помнить все взаимосвязи, каждые фичи, что на что ссылается, где какие там... Ну, то есть, и как вот это все поднять. Если я была... Имея просто вот эту маску... Если я была достаточно спокойна в момент, когда я делала это требование и следовала практикам, и я поставила в джире линки, то есть опять-таки, линки, которые имеют какую-то смысловую нагрузку, то есть у нас есть... Нет, нет линки отменить, но есть линки взаимосвязи. Если я сделаю какие-то взаимосвязи, то я сразу могу посмотреть по ним. Но буду с вами честной, далеко не всегда я ставлю эти вещи, и в большинстве случаев я основываюсь на своем знании системы и предметной области. То есть вы являетесь... Агимс. Как это? Ключевым звеном. Как только вас кто-то случайно, да, как есть такое... Агимс. Называется... Как это так называют? Бас-фактор. Да, бас-фактор. Если вас совьет, не дай бог, автобус, то проект, то капец. Знаете, ну как бы мне самой неприятен этот фактор. Он повышает уже капитализацию. То есть вы понимаете, что вам ничего не добавит, ничего никуда в детстве нельзя? И тогда мне приходят предложения о работе, которые мне, в принципе, даже очень интересны. Но когда я представляю, как мне придется документировать все перед уходом... Только инициировать автобус, да? Да. Ужас пронизывает меня с одной этой мыслью. Я знаю, что это не самый лучший способ. Но когда это скрам, и когда это все быстро, то мы... Более того, опять-таки, я тоже... Пойди на ладую середину. Ну, вот это там все. Вот то, что у меня сейчас есть, оно, опять-таки, оно как-то работает. И это не идеально. Но это стало для нас спасением. Потому что, учитывая то, что несколько систем... Ладно бы, одна джира, но их было три. Их было version 1, red line, а потом джира. И все эти требования там существуют. Какие-то атомарные, написанные сразу архитектором на изменение какой-то штуки. Какие-то, к которым привлекованы требования в старой или в новой вики. Сейчас мы используем Confluence. То есть, это все невозможно менеджить в одном туле. Пришлось изворачиваться. А, version 1? version 1 оказалась очень тяжеловесной системой. Основной негативный фидбэк был от тестировщиков. Я, как аналитик и как координатор проекта была вполне довольна. Основной негативный фидбэк был от тестировщиков. Им была невыносима сложно с ней работать. Техолеперам тоже было нехти, как хорошо от менеджер-таски. Сейчас мы перешли на джиру. Тестировщики довольно-таки довольны. Я, как аналитик, не очень. Но я могу с ней работать. То есть, я с ней работаю, но в общем, мне приходится очень часто стоять в очереди к нашим конфигураторам джира и просить их что-то мне наконфигурить такое, чтобы мне вот это все быстро работало или добавьте мне еще статус, так как я сама ее не администрирую. Version 1 она абсолютно быстро настроена на работу аналитика, на прекрасные менеджеры спринты. А вот джира с гримхоппером плагин, она как бы... Ну, она работала. А ролик про? Нет, но я думаю, что это, наверное, платный какой-нибудь или нет. Ну, требование заказчика было перейти на бесплатный вы же знаете, как можно работать с джирой в команде из 15 человек на 10 аккаунтов. Если... Ну, как бы... Это очень дешево. Вы добавляете еще одно поле экзекьютор в каждое поле и все. И все. Я хотела сказать, что закончила я, закончила с рейнер. Если у вас есть вопросы, то мы можем их все еще на последнее. Спасибо большое.